Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 15 января. В 1954 году на Тотском полигоне прошли первые в Советском Союзе общевоисковые учения с применением атомной бомбы. Суть учений состояла в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Учения подготовил и провел маршал Георгий Жуков. Непосредственно в атомных учениях участвовало более 45 тысяч военнослужащих, 600 танков, 500 орудий и реактивных минометов, 6000 единиц автотракторной техники, большое количество средств связи и тылового обеспечения. В учениях участвовали также три дивизии ВВС, 320 самолетов Ил-28, МиГ-15 и МиГ-17. Были развернуты несколько госпиталей. В учениях должны были принимать участие все министры обороны союзных СССР стран. Впечатление от увиденного подтолкнуло министра обороны Китая Пэн Дэхуэ, заместителя председателя КНР Джудэ и других высокопоставленных китайских военачальников, присутствовавших на учении, поднять вопрос о наладке собственного производства нового оружия. СССР оказывал КНР большую помощь в обучении и подготовке кадров для китайской промышленности. Однако на просьбу Майет Задуна помочь наладить производство атомного оружия, советское правительство ответило отказом, заверив, что в случае военной угрозы Советский Союз возьмет Китай под защиту своего ядерного зонтика. В связи с этим 15 января 1955 года на заседании секретариата ЦК КПК китайским руководством было принято решение о разработке и создании собственного ядерного оружия. Первое испытание атомной бомбы в Китае состоялось в 1964 году, а через три года и водородной бомбы. Данные испытания продолжались в стране до 1996 года, когда КНР подписала договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.